Привет, друзья! Мексиканская актриса Мария Эсперанца Жакли Нандери Агилар, более известная, под сокращенным вариантом имени Жакли Нандери, может быть знакома старшему поколению наших зрителей по роли цыганки Есении в одноименном фильме или по многосерийной мелодраме Мачеха. Давайте же узнаем, как эта актриса живет и выглядит сейчас. Жакли Нандери появилась на свет 20 августа 1938 года в Мехико, столице Мексики. Ее родители были крайне обеспеченными людьми, так что девушка с самого детства ни в чем не нуждалась и смогла получить лучшее в Мексике образование. Жаклин решила стать актрисой, но пробиться на экраны ей удалось далеко не сразу. Она начала сниматься еще в конце 50-х годов прошлого века, но заметили будущую звезду только в 1962 году, после сюрреалистической трагикомедии «Ангел истребитель». В 1967 году Андери вышла замуж за продюсера Хосе Марию Фернандеса Унсайна, который был старше ее на 20 лет. В 1972 году в жизни актрисы произошли два очень важных события. Во-первых, она родила дочь Шанталь, которая впоследствии пошла по стопам матери, а во-вторых, на экраны вышла мелодрама «Есения», где она сыграла главную роль. Благодаря этому фильму о таланте и красоте Жаклина Андери узнали даже в Советском Союзе. Наверное, современным зрителям название этого фильма ни о чем не говорит, а в 1970-х годах советские женщины называли своих дочерей экзотическим именем «Есения» в честь главной героини этой мексиканской мелодрамы. Фильм стал абсолютным рекордсменом советского кинопроката, за все время его существования, в 1975 году его посмотрели больше 90 миллионов человек. В списке самых кассовых фильмов «Есения» оставила, позади даже кинохиты «Пираты 20 века» и «Москва слезам не верит». Чем же так впечатлила наших зрителей эта мексиканская мелодрама? Сюжет фильма был довольно незамысловатым. Главная героиня «Есения» была рождена вне брака, и в младенческом возрасте ее дед отдал ее в цыганский табор, чтобы скрыть позор своей дочери. О том, что на самом деле она не цыганка, а представительница знатного рода, девушка узнает много лет спустя, когда встречает офицера Асфальда и собирается выйти за него замуж. На пути влюбленных появляется множество преград, но они их преодолевают и в финале воссоединяются. Рецензия журнала «Советский экран» на мексиканскую мелодраму начиналась с таких строк в редакцию приходят возмущенные письма. «В нашей городской газете обругали Есению. Мы смотрели, плакали, испереживались, все еще раз пошли, а в газете обругали. Восстановите, пожалуйста, справедливость, похвалите этот замечательный фильм». Культуролог завершал публикацию таким выводом. «Есения и подобные картины, на мой взгляд, мешают, ибо они, так сказать, выдают себя за симфонический концерт. Как же, любовь, переживания и даже социальное неравенство влюбленных, слезы и страсти, мешают именно потому, что их воспринимают эмоционально. Только эмоции эти сродни тем, что мы испытываем на аттракционах в парке культуры и отдыха. Там ведь тоже страшно, когда тебя крутят и вертят в трех измерениях, смешно, когда видишь собственное лицо в кривом зеркале, и вообще переживаний сколько угодно, даже устаешь. У зрителя «Есения» эмоции вызываются примерно такими же простыми и безотказно действующими средствами, и печально не то, что средства эти действуют безотказно, а то, что их привыкают считать средствами искусства. Если хотите, самое огорчительное – это как раз письма в редакции, ибо их авторы искренне верят, что видели замечательный фильм «Произведение искусства». Размышляя над феноменом популярности «Есении», критики указывали на точное попадание в сюжет, интересный советскому зрителю, история, напоминающая сказку о «Золушке», тема своего среди чужих, чужого среди своих, счастливый финал. Кроме того, на тот момент зритель еще не был избалован большим количеством зарубежной кинопродукции, довольствуясь немногочисленными итальянскими и французскими комедиями, восточно-германскими вестернами и индийскими мелодрамами. Крайне далекие, на первый взгляд, реалии Мексики середины XIX века вдруг оказались очень близки по духу советскому зрителю. Антураж был экзотическим, а вот чувства и поступки персонажей были абсолютно понятны. Этими же факторами критики объясняли и большой успех первых мексиканских и бразильских мыльных опер, появившихся на советском телевидении десятилетиям позже. Цыганская тема в середине 1970-х годов стала очень популярной. После выхода фильма «Есенняя женщина» называли своих дочерей в честь главной героини. В моду вошли цыганские платья и цветастые длинные юбки. Некоторые модницы даже ходили в кинотеатры с блокнотами и карандашами, чтобы зарисовать с экрана наряды главных героинь. Эту тему подхватили и отечественные режиссеры. Спустя год лидером проката стала еще одна цыганская мелодрама «Табор уходит в небо» Эмиля Латяну, а еще через три года на экраны вышел «Цыган», пользовавшийся у зрителей огромным успехом. Главную роль в фильме исполнила 32-летняя мексиканская актриса Жаклин Андере, хотя ее героине по сценарию было 20 лет. «Есенняя» принесла ей мировую популярность. По словам актрисы, это была знаковая и важная роль, которая принесла долгожданный успех и признание. Жаклин говорила, что в чем-то очень похоже по характеру на свою героиню. «Я очень самоуверенная и активная и могу сказать, что сошла бы с ума, если б сидела без дела». С актером Хорхи Лаватом, исполнившим роль офицера Асфальда, они выглядели на экранах идеальной парой, но в жизни их связывали только профессиональные отношения. За три года до съемок актриса вышла замуж за актера, сценариста и продюсера Хосе-Марии Фернандеса Унсайна, с которым прожила в счастливом браке 30 лет, вплоть до смерти супруга в 1997 году. На следующий год после триумфа Есении Жаклин Андере стала матерью. Ее дочь Шанталь пошла по ее стопам и тоже стала актрисой. После выхода Есении Жаклин продолжала сниматься, став в 1970-х годах настоящей дивой телесериалов, в ее фильмографии их около 80-ти, но ни одна из ее работ не смогла повторить феноменального успеха Есении. Актер Хорхи Лават, исполнивший главную мужскую роль, тоже построил успешную кинокарьеру в Мексике. Он дебютировал в 25 лет, а мировую популярность получил в 37 после съемок в Есении. После этого он продолжал сниматься в сериалах, всего в его фильмографии около 80 работ. В 2011 году, после перенесенной инфекционной болезни позвоночника, актер впал в кому и через несколько дней скончался. Сегодня Есению редко показывают по телевидению, а современные критики высмеивают ее банальный мелодраматический сюжет со стандартным набором мотивов «Запретная любовь», «Разлука», «Измены и предательства», «Неизлечимая болезнь и прочее» и осуждают советских кинопрокатчиков за потакание, невзыскательным вкусом неискушенной аудитории, но факт остается фактом. Этот фильм стал суперхитом 1970-х годов и абсолютным лидером советского проката, и его успех говорит сам за себя. В США Есения не завоевала популярности, а вот фурор произвела не только в СССР. В Индии, Китае и Южной Америке этот фильм посмотрели миллионы зрителей. Жаклин Андере остается любимой актрисой миллионов мексиканцев. Женщина продолжает появляться на важных мероприятиях, посвященных кинематографу, и выходить на сцену. Кроме того, Жаклин не собирается отказываться от любимого дела и съемок. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok